Всем привет! С вами я, Таня. Да, я отсутствовала очень долгое время, около полугода. За этот период произошли многие изменения в моей жизни, весьма радостные. Но об этом чуть позже, в следующих видео. Сейчас же я хочу поднять насущный вопрос, точнее, в сотый раз разъяснить больную тему, поднять больную тему. Практически ежедневно ко мне приходят сообщения в Директ, ВКонтакте. И все они на одну и ту же тематику, но разношерстные в основном. Сейчас я попробую разобрать некоторые из них, потому что порой я впадаю просто в ступор. Я для себя тут сделала заметочку, чтобы не забыть. А, кстати, да, диагноз все еще при мне. Вот одно из сообщений, которое меня вывело из себя, мне писала взрослая, казалось бы, женщина. Казалось бы, должна быть она мудрой. Но нет, она стала обвинять меня в том, что я придумала себе этот диагноз, рассеянный склероз, что я делаю все это ради пиара. И то полуторагодовалое видео я снимала просто так, чтобы набрать подписчиков и лайки. И, боже, я никому никогда в жизни не пожелаю услышать такой диагноз о себе и о своих близких. Как я могу это придумать? У меня весь холодильник забит коробками со шприцами. Кстати, да, с Капаксоном меня перевели на Аксаглатеран. Уже почти год я колю его ежедневно. Изменения особо не заметила. Но все-таки Капаксон как-то роднее. Его я колола 5 лет, кажется. Сейчас уже 26-й год моей болезни. И последний из них я колю Аксаглатеран. Не шибко рада, но здравоохранение наше такое. Куда деваться? Итак, вот это одно из самых ярых сообщений, которое вывело меня на эмоции. Якобы я придумала это все. Якобы я не больная вовсе. Якобы я здоровый человек. Это просто все ради популярности. Но бред. Ребята, которые тоже болеют так же, как и я, вы наверняка понимаете, что придумывать такое себе просто невозможно. И еще вот тоже из той же области меня это тоже поражает. Добавляются в друзья, написывают. Привет там, как ты? Давай дружить. Я игнорирую. Я не отвечаю на эти сообщения. И мне потом пишут. Ну да, ты хотя бы ходишь. Что? Я не знаю просто, что ответить на это. Увы, я сочувствую, я сожалею, что кого-то болезнь долбанула посильнее, чем меня. Но я не божененька, я не могу излечить. Я не могу человека из интернета, незнакомого мне, вылечить. И вообще у меня нет слов. Также приходят заявки в друзья с пометкой, мне недавно поставили диагноз, такой же диагноз, как у тебя, и я просто не знаю, как дальше с этим жить. А кто знает? Каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда нас ошарашили вот таким вот заявлением. У тебя рассеянный склероз, ведет к инвалидности, неизбежно. Конечно же, первое – это шок. Никто в это время не знает, как жить дальше. Но мы просто живем. Живем и живем. Болезнь протекает каким-то образом, мы как-то себе помогаем, но по сути ничего не поменялось. Вы также остались такими же личностями, такими же душами. А то, что написано на бумажке, да выбросите это из головы. Следующее, вот тоже очень интересно. Я то… Привет! Я тоже болею рассеянным склерозом. Давай дружить. Нет, прости. Дружить с тобой я не хочу. Я стараюсь общаться с людьми здоровыми, полными жизни, полными позитива, готовыми рисковать. И стараюсь от них не отставать. Понимаете, когда я нахожусь в компании здоровых людей, которые живут, двигаются, танцуют, шевелятся вообще во всех смыслах, я как-то подстраиваюсь под них. Это происходит непроизвольно, происходит само собой. И в эти моменты уж явно я точно не думаю о том, что я хуже других, я слабее других. Нет, такого нет в моей голове. Может быть, я себя чувствую чуть слабее, чем другие. Но когда я в компании здоровых людей, я и сама, я сама ничем не отличаюсь от них. И мне кажется, это тоже очень помогает. Также к вопросу. В чем секрет твоего прекрасного самочувствия? Самочувствие не всегда прекрасное. Скажем так, эта болезнь пьет по разным частям тела, по разным функциям. Мне больше досталось на ЦНС, на мою голову. Если вы в общих словах, не выдаваясь в подробности, какие у меня там шарики за ролики, врач-невролог пишет «остенизация нервной системы». Не знаете, что такое остенизация? Загуглите, объяснять я не буду. В общем, просто у меня несколько депрессивное состояние обычно, несколько апатичное, раздражительное. Там целый букет. Я принимаю множество лекарств. Конечно, это не секрет. Лечиться нужно. И совсем не секрет, что болезнь пришла к нам изнутри. Соответственно, и исцеляться изнутри тоже нужно. Точнее, это самый верный путь. Я считаю, что сочетание медикаментозного лечения, внутреннего позитивного настроя, правильного питания, умеренных физических нагрузок и положительных эмоций без нервотрепок – вот это залог здоровья нашего с вами. Также очень важно, по моему мнению, не болеть ничем другим. Окей, есть диагноз – рассеянный склероз. Но пусть у нас будут здоровые зубки, здоровые волосы, здоровая кожа, здоровые ногти, здоровый желудочно-кишечный тракт. Это очень важно. Одним словом, старайтесь максимально быть здоровыми во всем остальном. То, что еще в наших силах. Я лечу все. Стараюсь не запускать даже малейшую простуду. Я даже стараюсь не допускать аллергических реакций, потому что это тоже ответ иммунитета. Лишний раз иммунитет, свою тревожность я не хочу. Но в целом я живу, как все обычные люди. Правда, да, я питаю еще живые клетки мозга витаминчиками, скажем так, ноотропными средствами. Я пью витамины в целом для всего организма, обязательно включая витамины группы В. Питаюсь пищей, которая содержит клетчатку и обязательно полиненасыщенные жирные кислоты. Они содержатся, предположим, в красной рыбе. И, хоть я ее и не люблю, и никогда бы не стала есть, но ради здоровья приходится. Можно покупать рыбий жир в капсулах. Можно использовать льняное масло. Ложечку натощак с утра. Это все очень полезно для нашего здоровья. Я не знаю, почему вы обращаетесь ко мне с этими вопросами. Как поддержать, как выздороветь, как вылечиться, как чувствовать себя лучше. Все есть в интернете. Вся информация доступна. Просто уделите время, поизучайте болезнь, поизучайте себя. Поймите, откуда пошли корни этого всего. Мне кажется, я стала практическим медиком за все эти годы, пока болею, пока лечусь. Но выписывать какие-то лекарства, какие-то назначения я не имею права никому из вас. И не буду этого делать. Главное помнить о том, что мы такие же люди, как и все остальные. Мы не хуже их. И стараться наполнять нашу жизнь яркими красками и положительными, позитивными моментами. Я очень благодарна своим близким за то, что они позволяют мне жить так, как я живу. За то, что они дарят мне улыбку, счастье. Это лучшее лекарство. Любовь – лучшее лекарство. Я думаю, больше никаких секретов нет. Здесь все предельно просто, все понятно. Я вам искренне желаю здоровья. Я желаю вам любви. Я желаю вам счастья. Тогда все болезни пройдут. Не зацикливайтесь на них. Выбросите их из головы. Живите так, как жили. Да, нам тяжелее, но человек ко всему может приспособиться. Я себя совсем перестала жалеть. В хорошем смысле этого слова. Если я чувствую, что я могу что-то сделать, то я это делаю. Если я чувствую, что мне нужна помощь, я не стесняюсь попросить о помощи. Если сравнить мое полутора годовало видео и видео, которое я сейчас снимаю, они, конечно же, очень отличаются по нас. Потому что сейчас я отношусь иначе к своей болезни и к тому, что со мной произошло. Тогда я была еще в смятении. А сейчас я счастлива, несмотря ни на что. И мне кажется, что именно это и дает мне силы на жизнь. Ну все. Основное сказано. Что хотела сказать, то сказала. А теперь еще одна важная информация. В дальнейшем мы планируем снимать ролики с моим молодым человеком Сашей. Вдвоем, совместные. В скором будущем появятся влоги, в которых я предстану не совсем паинькой, скажем так. Просто нужно понимать, где жизнь, где сарказм, где шутка, где ирония, где правда. Не все понимают. Люди очень строги. Комментаторы вообще дикие. Но мне не важно. Я хочу показать свою жизнь с другой стороны. Я не хочу зацикливаться на болезни, как и не зацикливаюсь в принципе. Потому я веду достаточно свободный образ жизни. Я прошу не осуждать за это заранее. Хоть вы еще и не видели. Но все же. И, конечно же, ребята, ставьте пальчики вверх. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте комментарии. Не забывайте подписаться. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всех люблю, целую и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok